Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля и следующая небольшая серия интервью с пасторами Ирканата. Сознание человека после покаяния в обязательном порядке должно проходить процесс трансформации. Должен изменяться вот этот внутренний кодекс поведения, соответственно, меняться образ мышления, поскольку меняются базовые жизненные ценности. Как это происходило в жизни Ирканата, он рассказывает сам. Ну, так скажем, что, конечно, знаете, очень важно, свобода такая сильная штука, которую, знаете, человек может и злоупотребить. И вот та свобода, которой я мечтал, будучи вот с детства, там, знаете, всегда хотелось быть каким-то там пиратом, Робин Гудом, там, знаете, там, даже, знаете, там, Котовским. Мне очень нравилось понятие, ну, быть мужчиной, то есть всегда хотелось им, хотелось состояться как мужчина во всех смыслах. То есть я сюда включаю все, вот все то, что должно сопутствовать. Но в погоне за всем этим получилось так, что, ну, фактически я этого всего, ну, потерял и не был. У меня есть сын, ему 23 года, я вот, к великому сожалению, знаете, ну, не стал отцом. Слава Богу, я это сознаю, я пришел к сыну, покаялся, попросил у него прощения. Сегодня у нас шикарные отношения, очень хорошие отношения, слава Богу, с родителями, ну, со всеми близкими. Есть, конечно, определенные, допустим, может, категории людей, которые я так очень сильно насолил, что, ну, для каких-то взаимоотношений, продолжения этого всего нужно, ну, может, чуть больше времени. Ну, сегодня я, слава Богу, Бог, он чудный, он так все устроил, что сегодня и с родными, слава Богу, так сказать. Больше всего, знаете, как, надо, мы всегда говорим, надо довериться Богу. Это такая фраза, она очень трудная, ее, ну, трудно понять. Но это доверие, оно, без него, во-первых, никак, а во-вторых, то есть в моем случае это очень просто. Когда я начал говорить о свободе, я говорил о том, что я ограничил себя. То есть я ограничил себя даже в передвижениях. Я, будучи зависимым человеком, я вообще раньше без никого никуда не ездил, там, не носил с собой, там, определенные какие-то суммы денег. У меня даже там, ну, элементарно, даже телефон у меня был самый простой. И он у меня был очень долгое время, где-то четыре с половиной года. Я не потому, что не мог себе позволить другой телефон, но я просто даже не считал нужным, чтобы, ну, потому что я боялся. Я боялся ездить один, и поэтому я называю свой образ жизни так. Я живу в золотом треугольнике. У меня церковь, дом и семейная работа. Вот этот золотой треугольник, который сегодня, я в нем себя комфортно чувствую. То есть и Бог так сегодня сделал чудным образом, что, несмотря на то, что сегодня у меня ни одна организация фактически не возьмет на работу, у меня нету профессии, у меня нету трудовой книжки. Понимаете? И это все 45 лет. И, ну, сегодня я считаю себя, ну, нужным. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok